Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Оценка положительная. Рязанские вузы сегодня посетил замминистра образования Дмитрий Афанасьев. С ориентиром на семьи в Рязани открылся новый центр социального развития для людей с ограничениями. Грибной сезон. Символов Рязани будет больше. Для нас Рязанская область не просто близкий сосед Москве, но и регион, который часто находится в тени столицы. Так что важно нам посмотреть не только на достижения высшего образования, но и на проблемы, которые в вузах есть. Об этом сегодня заявил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев. В Рязани он прибыл с рабочим визитом. Мы с вами находимся в центре космической технологии, на базе кафедры космической технологии, в поле пункта 4-й техники и кафедры радиотехнических управлений. То есть работа идет с настройкой радиоантроники и программной обеспечения. Рабочая поездка заместителя министра науки и высшего образования России Дмитрия Афанасьева началась с посещения рязанских вузов. Цель поездки – познакомиться с работой и достижениями местных высших учебных заведений, а также обсуждение имеющихся проблемных вопросов и вариантов их решения. Студенты просто знакомятся с программным обеспечением или выполняют какие-то учебные или реальные задачи? Мы несколько десятков сейчас, цифра плавающая, несколько десятков студентов привлекаются к работам для работы космического образования. Для реальных неоперных, а по гособоронно-заказам творчества. Оценка Рязанского государственного радиотехнического университета имени Уткина положительная. Дмитрий Афанасьев добавил, что это центр компетенции федерального масштаба. И подчеркнул, что есть много интересных достижений в научной и образовательной сфере. Он посоветовал активно продвигать разработки ВУЗа и участвовать в федеральных проектах. По счастью, у нас в Рязанской области представлены все направления буквально. И везде очень серьезные школы, серьезные ВУЗы. И, конечно, надо им сейчас оказывать дополнительную поддержку, дополнительно их развивать с учетом тех запросов в обществе, в экономике, которые сегодня существуют. Мы видим, что спрос на специалистов сейчас просто колоссальный. У нас в регионе большое количество инвестиционных проектов. И главная проблема сейчас уже даже не в привлечении инвестиций. У нас действуют индустриальные парки, специальные площадки, строятся предприятия, запускаются предприятия. Самый главный вопрос – это квалифицированные кадры. И, конечно, здесь у ВУЗа ключевая роль. И сейчас нужно очень быстро меняться и соответствовать тем запросам, которые есть. Дмитрий Афанасьев посетил также РГУ имени Есенина. Встретился со студентами, познакомился с деятельностью ВУЗа. Заместитель министра науки высшего образования России отметил, что в Рязанской области налажено эффективное взаимодействие между образовательными учреждениями, органами власти и производством, что позволяет вести активную целенаправленную работу по подготовке специалистов в соответствии с потребностями рынка труда. Сегодня в Рязани открылся новый Центр социального развития. Структуру создали на базе Центра социальной реабилитации инвалидов. Сейчас здесь работают 59 человек, которые помогают обслуживать примерно 2000 детей и молодых людей с ограничениями возможностей к здоровью. В день открытия Центр посетил губернатор Павел Малков. Мы говорим, что путевка в жизнь здесь. Мы вам покажем, каких успехов достигают ребята, если их правильно сопровождают. Очень здорово. Здесь важно еще отводить ребят даже из районов до высококвалифицированной, высокотехнологичной помощи. Все возможности есть. Сейчас в стране работают Центры очень серьезной квалификации. И возможности у нас есть. Главный ориентир для специалистов нового Центра социального развития – семьи. За каждой здесь закрепляют персонального куратора, вместе с которым разрабатывают персональный курс реабилитации. Работают психологи, логопеды, социальные педагоги. Сейчас в Центре более двух тысяч подопечных. Принимают детей с рождения и взрослых до 45 лет. Швейные и гончарные мастерские, актовые спортивные залы, кабинеты психолога, логопеда. Линейка реабилитационных мероприятий здесь довольно обширна. В штате 59 педагогов и каждый окружает ребят заботой и вниманием. Самое главное, я видел горячий глаз у персонала, у воспитателей, преподавателей. Я видел улыбки на лицах детей. Я вижу, что детям это по-настоящему интересно и притворно. А с другой стороны, конечно, всегда надо развиваться дальше. Вот стоит остановиться и начнется постепенное опять угасание. Поэтому всегда нужно какие-то новые цели, новые задачи ставить. Мы сейчас с руководством Центра проговорили. Я вижу, что задачи тут хватит на много лет вперед. Самое главное, что есть вот этот задор и интерес к тому, что здесь происходит. Центр взаимодействует с учреждениями культуры, здравоохранения, образования и спорта. Еще, по словам Павла Малкова, скоро одним из партнеров станет крупный фонд, специализация которого – детское протезирование. В Рязани этой осенью появились новые грибы с глазами. Добавились дозорный художник. Авторы проекта – Василий и Полина Горбунова. Первая жанровая композиция скульпторов появилась еще в 2013 году в парке у областной филармонии. Проект курируют краеведы, а места установки согласовывают с городскими властями. Будут ли новые уличные экспозиции – расскажем далее в сюжете. Гриб дозорный художник-скейтер. В Рязани сейчас 13 подобных скульптур. Каждый персонаж входит в туристический маршрут нашего города и представляет собой отсылку к какому-либо историческому факту. Впоследствии Управление культуры подхватило эту тему, поскольку она завязана с туризмом, с привлечением туристов. Было такое сначала в экспериментальном порядке несколько грибов. Пока выяснилось, что тема интересна людям, и туристы с удовольствием включились в эту игру. И вот потихонечку, периодически наращиваем что-то за счет средства и как раз за счет развития туризма в Управлении культуры, что-то на частные инициативные средства. В Рязани грибы с глазами, выражение у которого много версий происхождения. Согласно одной из них, так говорили еще в 14 веке. Тогда золотоордынцы часто совершали набеги на пограничное Рязанское и Нижегородское княжества. Путь через наш регион был самым коротким на Москву. Поэтому борьба с захватчиками на границах княжеств была усилена. И жители Переиславля-Рязанского даже придумали свою собственную систему наблюдения по грибам. Их разделили на два типа – спящие и говорящие. Спящими называли целые грибы, а говорящими – те, которые ордынцы срезали, чтобы сварить или случайно сбивали. Жителям нашего княжества трогать грибы в пограничных районах было запрещено, чтобы наверняка вычислить путь вражеских войск. Прежде всего, место диктовало, потому что именно в рамках туристических маршрутов они должны быть привязаны к каким-то точкам, которые имеют за собой историческую основу какую-то, интересно, на что можно опереться. Ну и вот с этого отталкивались, советовались с краеведами, определяли, где что может быть, и, соответственно, появились первые вот эти грибы. Да, в каждом грибе есть QR-код, который рассказывает историческую какую-то справку о том месте, в котором он стоит, чтобы было интересно. Не просто так гриб, он там, каждый тематический. 12 уличных экспозиций в миниатюре, а вот 13-е – самое первое. Полноразмерный памятник официальному символу Рязани. Его поставили 10 лет назад на деньги спонсора. Проект поддержала региональная администрация. И такие вот бронзовые грибы теперь встречают гостей и жителей областного центра во всех знаковых местах нашего города. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спонсор программы «День города» – выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока возле торгового центра «Круиз». Вековой юбилей художественного музея продолжают праздновать в городе. А летняя череда приуроченных к празднованию выставок завершилась в музыкальном театре – торжественным вечерним мероприятием. В праздничном вечере, который прошел 5 декабря, приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Артем Никитин, исполняющий обязанности министра культуры региона Елена Васильева, митрополит Рязанский Михайловский Марк, а также сотрудники музея. В музее сформировалась уникальная коллекция картин, гравюр, произведений декоративно-прикладного искусства, авторов с мировым именем, в том числе рязанских художников. Экспозиционная работа музея также вызывает восхищение, ведь посетителей сотрудники ежегодно знакомят с шедеврами современного искусства, с частными коллекциями. За годы выстроились теплые отношения с музеями разных регионов и с частными коллекционерами. Добрый день! Меня зовут Мария Иерарь. Я поместила вас в Рязанском художественном музее. В ближайшие полтора часа мы познакомимся с вами с удивительной коллекцией русского, западноевропейского искусства, живописи-графики, декоративно-прикладного искусства и небольшой, но очень значимой коллекции древнерусского искусства в Рязанской земле. Такими словами я каждый день встречаю наших экскурсантов. Для меня это привычная работа, но, поверьте, в ней нет никакого шаблона или однообразия. Ведь в этих просторных и светлых залах я окружена настоящими сокровищами, которые созданы человеческими руками. Сотрудникам музея вручили памятные знаки губернатора Рязанской области за усердие, почетные грамоты и благодарности. Юбилейный праздник украсили Камерный оркестр Рязанской области и солистка Рязанского областного музыкального театра Алена Селивестрова. Художественный руководитель оркестра заслуженный работник культуры Сергей Проскурин. Напомню, музей образован 30 марта 1913 года. Коллекция пополнялась за счет дарителей и участников выставок. В 1915 году музей передали городу, в том же году прошла первая выставка. На ней было представлено 72 экспоната. Сейчас фонды музея насчитывают более 15 тысяч произведений отечественного и западноевропейского искусства 15-20 веков. С 4 декабря в Рязани открылась выставка продажи икры и рыбы Камчатской. И уже с момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы хотят попробовать дары Камчатского края. Аппетитная белорыбица с лоснящимся мясом и красная ароматная чавыча. Разнообразие цветов и вкусов ждет рязанцев на выставке продажи икры и камчатской рыбы. Эти виды, конечно, невероятно популярны, но ими ассортимент не ограничен. На выбор горожан представлено аж 35 видов свежей рыбы. За деликатесами приходят искушенные вкусами выходцы Дальневосточного края. Что сегодня решили икорить? Я икру. А почему икорочку? А я потому что ее люблю. Я сама с Дальнего Востока и я всю Дальневосточную рыбу очень люблю. Поэтому я здесь часто в нее беру, прихожу, покупаю. Не прям вкус, как на Дальнем Востоке? Да, да. Ну, потому что она вот эта, я уже знаю всю эту рыбу. Начиная от чавыча, это все это моя любимая рыба. Икра с выставки-продажи пользуется большим спросом. Незабываемый и насыщенный вкус ценится среди гурманов. Да и без красной икорки наверняка не обходится ни одно семейное застолье. Красная икра, да еще на бутербродном, сливочном масле – яство, которое обладает лечебными и полезными свойствами, ведь она является очень ценным продуктом питания. Белки, содержащиеся в икре, придают энергию и силу, а также активизируют обмен веществ. По лакомице и приобрести вкусные деликатесы можно на выставке продажи икра и рыбы Камчатская теперь и возле торгового центра «Круиз». Выставка работает до 9 декабря включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наши качества. С 4 по 9 декабря у входа в ТЦ «Круиз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин